Новинка к выпускным 2024 года, программа Жени Серебренникова «Остров сокровищ выпускников». И очень классная фишечка этой программы – вот эта карта. Карта пиратская, ну, карта мира. Смысл игры – совершить кругосветное путешествие вокруг карты. Карту держат все участники, за лентой растягивают ее. И по периметру должны компас провести через запутанные веревки. В спешке это выглядит очень круто и азартно. Как только участники довели до конца через всю карту, в следующем этапе они могут вернуться обратно. Карта может быть одна для всего класса, либо две карты, если кто-то соревнуется командой. Пиратские штурвалы, штурвал корабля. Это два вида. Один посложнее, сейчас объясню, в чем смысл, другой попроще. У каждого штурвала на рукоятках есть отметки. Вот здесь медуза, рыба, череп, монета пиратская, череп, якорь и осьминог. Смотрите, по количеству человек, сколько команд вам нужно. И либо 6, либо 3, либо 4 здесь, если это разобрать, регулируется так, что эта ручка не оттягивается на резинке. То есть, если команда выбрала рукоятку, которая не оттягивается, ход переходит к другой команде. И тогда они ищут другие жетоны. Жетоны соответствуют изображениям на рукоятках. То есть, задача участников – собрать каждому по жетону, по этим жетонам объединиться в команду и проверить, это действующая команда, то есть эта резинка вытягивается или нет. Если не вытягивается, тогда они ищут жетоны другие. И вы смотрите, если вам нужно 6 команд, вы делаете так, чтобы все ручки вытягивались. Если вам нужно 3 команды, то только 3 команды будут вытягиваться рукоятки штурвала. Жетоны, каждый на веревке. Помимо того, что это для распределения участников, сразу же они определяются, как будет называться их команда. Еще и каждая веревка может, можно дать дополнительное задание, связать свой морской узел, тоже на фантазию и на изобретательность. И плюс эти жетоны, каждая команда завязывает себе на руку и где-то прикрепляет на себе, чтобы видно было, в какой команде принадлежит участник. Узлы могут быть разные, там на фантазию ребенка. Если вы не используете вот этот прием, когда определение команд, то ли они вытянули резинку, растягивается или нет. Можно взять штурвал для попрощения, то есть он вообще без рукояток. Имитация для потом общей картины корабля. Игра плавники акулы. Вот такой плавник одевается на спину ребенка, как рюкзачок, застегивается здесь по центру, здесь отверстие для рук. И дети превращаются в акулу. И задача других участников – поймать акулу в сетью. Бывают серые. Смотрите по количеству человек. Если детей мало, достаточно две акулы. Если детей много и нужно, чтобы больше поучаствовать, то лучше взять четыре плавника. Очень важно в пиратской программе соблюдать общую концепцию, общий стиль программы. И здесь, наверное, очень много деталей могут быть такими и больше для декора и для масштаба. Например, вот этот парус, он игровой нагрузки никакой не несет, но при этом очень классно можно на нем фотографироваться. Можно взять обычную удочку и закрепить. Внизу держат дети, сверху держатся на удочке и создать прям полную имитацию корабля. У вас будет парус, у вас будут морские узлы у участников, можно надеть банданы, у вас будет штурвал и, конечно, пиратский флаг. Продолжение следует...